Проводил совещание заместитель главы города Александр Новиков. 15 ноября муниципальному образованию города Десногорск Ростехнадзор выдал паспорт готовности к отопительному периоду. Для обеспечения полноты и достоверности сведений в адресе юридических лиц, содержащихся в ЕГРЮ, комитетом по городскому хозяйству проводится работа по присвоению адресов капитального строительства для юридических лиц. Коммунальные службы готовы к смене погодных условий. Проведены инструктажи, техника готова к предстоящим возможным изменениям погодных условий, в этом случае выступлением снегопадов. Своей ремней техникой люди будут выведены и обеспечен проходки людей и машин. 26 ноября в городском центре досуга состоится концерт, посвященный Дню Матери. Школа города продолжает работать проект «Слава Созидателям». 23 ноября в 15.00 у нас будет открытие после реконструкции малого спортивного зала в средней школе номер 3 и пройдет праздник «Оранжевый мяч». Это станет заключительным этапом реализации проекта, который стал в этом году введителем конкурса «Онда АТРАС». В Министерстве труда начался прием заявок от организаций на участие в конкурсе «На лучшие условия по охране труда». Всего 9 номинаций. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте, и прием заявок на участие в конкурсе проводится до 9 марта 2018 года. Все информационные письма мы направили в наши организации, поэтому прошу их рассмотреть и по возможности принять участие в одной из номинаций, которые там указаны. Инфекционные заболевания в городе регистрировались в обычном режиме.